Каждый житель Самары, который любит свою родину, в душе краевед, потому что интересуется ее историей, уверен Павел Покровский. По этой же причине и у него возникла идея написать о родном для него Студеном Овраге. Одно из интереснейших, как с природной, так и с исторической точки зрения территории. Там было не только сосредоточено большое количество и предприятий, которые ковали победу, и там проживали люди, которые действительно являлись умом этой победы, потому что понятно, что тыл был у нас фронтом, но при этом именно от людей зависело и качество, и интеллект того оружия, который производился на нашей территории. Эти ноу-хау, которые вводились именно куйбышевскими рабочими при постройке ИЛ-2, они, конечно, повлияли. Они жили именно там, то есть это Кировский район, это та местность, которую я описывал. Трансляцию презентации проводит областная библиотека для слепых. Такие онлайн-события с использованием стримингового канала Министерства культуры РФ здесь проходят регулярно. К ним могут присоединиться желающие из любого уголка страны. Цель – познакомить с историей Самарской области через произведения местных авторов. И вот такие вот небольшие произведения, которые люди создают, они очень ценны вот именно этим своим настроением. Спокойным, тихим, любованием того места, где ты живешь, исследованиями этого места. И, конечно, желанием рассказать не только о каких-то больших событиях, связанных с территорией твоего пребывания, но и о людях, о самых обычных, и об известных людях, и об неизвестных людях. Книга озвучена синтезатором речи. Презентация говорящего варианта состоится 25 марта. Светлана Стребкова, Александр Дудко. Новости губернии. Вальфи сохраняются все мероприятия навсегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова